Ну что ж, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о сборной России по футболу и сосредоточимся на деньгах, которые вертятся вокруг наших игроков, вокруг наших любимых футболистов. Сейчас, когда национальная команда провалилась на Евро, этот вопрос стал особенно актуален, потому что игроки наши получают огромные зарплаты, а на выходе мы видим печальный результат, когда Еврокубки провалены, все наши клубы, ну, кроме, может быть, Краснодара, просто обделались по полной программе, ну, а потом и сборная, как сказал Дзюба, обкакалась. Ну и, в общем-то, на фоне этого, конечно, возникает логичный вопрос, за что мы вам такие бабки-то платим, потому что все идет из государственного кармана, из народных денег. И, конечно, сейчас многие спрашивают про Черчесова, который попал в пятерку самых высокооплачиваемых наставников на чемпионате Европы, который получает в два, по-моему, раза больше, чем Мартинес, главный тренер сборной Бельгии, одного из фаворитов турнира. И, конечно, это многих возмущает. Но еще многих возмущает, сколько получают российские футболисты. Многие сейчас прицепились к зарплате Романа Зобнина в «Спартаке», который, конечно же, неадекватно. Он не заслуживает подобного оклада при всем уважении к Роману. И сейчас начали возмущаться многие, даже коллеги футболистов, такие же спортсмены, но из других видов спорта. В частности, гандболистка и олимпийский чемпион, так на секундочку, Бобровникова заявила следующее. «Футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц. Я в жизни столько не заработаю». И, конечно же, таких высказываний много. Тут сразу вспоминается, как спортсмены возмутились, что футбольные сборные России дали заслуженных мастеров спорта за попадание в четвертьфинал чемпионата мира. Но вы представляете, что бы было, если бы хоккеистам выдавали за аналогичные достижения. За то, что они в одну четвертую вышли, за это давали им заслуженных мастеров. Вот сейчас хоккейная сборная вылетела в одной четвертой, ну так же, как и футбольная, и все ее критикуют. Никто не собирается давать заслуженных мастеров за это, а в футболе вот дают. И, разумеется, такие двойные стандарты многих возмущают. Ну и давайте разберемся в этой ситуации, насколько это справедливо. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод 24Калуцкий, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, во-первых, конечно же, здесь есть определенная логика, что в футболе и хоккее вертится больше денег, чем в том же самом гандболе, где олимпийская чемпионка возмущается, что не получает таких баснословных гонораров, как Зобнин. И хотелось бы отметить, что эта логика была бы справедливой, если бы наш спорт был коммерческим. Но вы мне простите, всем очевидно, что наши клубы, кроме Краснодара, зарабатывают деньги, конечно же, но в первую очередь живут за счет государственного финансирования. Либо напрямую из каких-то бюджетов, там, города, района, области, края, республики и так далее. Либо через какие-то госкорпорации получают деньги, то есть так или иначе. Все клубы, фактически в нашем спорте, посажены на финансовую иглу от государства. И они, можно сказать, высасывают наши народные деньги, кроме, опять же, Краснодара. И, кстати, что характерно, как раз у Галицкого в Краснодаре россиянам платят не так много. Там легионеры с хорошими контрактами, а вот с россиянами постоянно торгуются, и того же Игнатьева отправили в рубин, когда он затребовал слишком большим контрактом, начались скандалы. Короче, вот в случае с Краснодаром я, например, посчитал бы, что эти слова неадекватны. Вот этой гонболистке. Там Галицкий сам решает, кому сколько платить. Это его дело, сколько он заплатит, не знаю, Уткину, Сулейманову и всем остальным. Или там тому же самому Сафонову. Поэтому здесь не вопрос для гонболистки, почему столько платят футболистам в Краснодаре. Это дело клуба, это дело Галицкого и его частные бабки. А вот когда вопрос касается наших либо полностью государственных, либо полугосударственных команд, вот здесь уже та же самая фраза гонболистке вполне себе адекватна. Почему одним платят из бюджета такие вот баснословные деньги, а другим нет? Почему на футбольные клубы тратятся такие бабки? А почему на гонбол, например, у него идет такая же сумма? Ну, не такая же, но хотя бы там раза в четыре меньше. Чтобы не было такой разницы, что гонболистка в жизни не заработает столько, сколько Зобнин зарабатывает за один месяц. То есть здесь все-таки есть своя правда, когда речь идет о государственных клубах. Потому что, понятное дело, что Спартак собирает полные трибуны, Зенит собирает полные трибуны. Но почитайте там, сколько это получается в деньгах. Все равно даже вот этого заработка, самых популярных наших клубов, не хватит, чтобы выплачивать по четыре миллиона Зобнину и Дзюбе. Все равно понятно, откуда еще приходят деньги. С дивидендов с госкорпорацией, либо напрямую от Газпрома, либо с дивидендов от Лукойла. То есть это так или иначе все равно деньги народные, государственные. Это те самые нефтяные места рождения, это те самые промышленные предприятия, которые наши бабушки и дедушки строили. А сейчас с этих денег кормятся вот эти футболисты, которые ни черта не выигрывают. В отличие от сборных СССР. Поэтому сейчас определенное напряжение возникает и определенное возмущение таким зарплатам, оно, конечно же, имеет право на существование. Потому что это не частные клубы, это фактически государственные лавочки. И здесь есть явный перебор и явный перекос. Но все-таки в первую очередь, я считаю, на подобные высказывания имеют право обычные россияне. Все-таки гандболистка та самая, тем более олимпийская чемпионка, тоже неплохо получает. А вот то, что обычные граждане, которые сейчас посажены на ипотеки, кредиты, которые сейчас буквально выживают в условиях пандемии и всего остального, вот они имеют полное право спрашивать со всех, кого только можно. Из владельцев госпредприятий, из футболистов, из тренера Черчесова. Почему за наши бабки такое творится, такое позорище? При этом хотелось бы отметить, что у нас есть определенная мода критиковать исключительно футболистов. Но у нас таких вот мажоров и ждевенцев, их дохрена. Но почему-то считается модным критиковать только футболистов. Почему-то вот я не понимаю этой логики. Ведь посмотрите, наши поп-звезды, так называемые, они в лучшем случае соберут на сольном концерте Крокус-Сити, небольшой концертный зал, вот как раз относительно недалеко от меня. И хотелось бы отметить, что на таких концертах особо не заработаешь. И нам известно, на чем зарабатывают наши попсовые, галимые вот эти фонограммщики. Они зарабатывают на корпоративах, по большей части на госпредприятиях. То есть это тоже государственные бабки. Наши актеры, режиссеры и остальные, как они снимают свое кино? Они что, на билетиках наших зарабатывают? Ни хрена. У них там фонд кино все спонсирует. Слава богу, Женька Баженов, бэткомедиан, начал с этим бороться. Хоть кто-то это разоблачает. И вот эти бездарные фильмы, они зарабатывают на них просто огромные деньги. Точно так же, как и футболисты. Поэтому, простите, у нашего общества есть целый слой вот этих иждивенцев. Наших бездарных актеров, спортсменов, музыкантов, фонограммщиков. И, простите, всех их нужно критиковать. А не только футболиста Романа Зобнина. Это я к тому, что если уж критикуем, то критикуем всех. А то так лицемерненько получается, особенно когда в эфире Матч ТВ появляются актеры и прочие деятели искусства, которые точно так же сосут государственную сиську, и начинают возмущаться, а че это наши футболисты не выиграли, че-то там. А когда у нас последний раз выигрывали Оскар наши фильмы? Напомните мне. Че-то давненько такого не было, даже в категории лучший иностранный фильм. Так что актер без Оскара пускай помалкивает касательно своей зарплаты и всего остального. Он получает тоже миллионы фактически ни за что. Но при этом они почему-то очень любят размышлять о том, что наши футболисты получают слишком много. Согласен, слишком много. Но это имеют право говорить обычные россияне. А когда наши актеры, режиссеры начинают что-то там вонять, хочется спросить, а у вас-то там какие зарплаты? Вы не по сильным трудам свои миллионы заработаете? По-моему, нет. Ну и вообще касательно футбола и зарплат, хотелось бы отметить, что в свое время Слуцкий очень толковую тему задвинул. По-моему, в 2016 году, когда он еще был тренером сборной. Что нужно ввести лимит на зарплаты. Максимум миллион евро. И все. А дальше хочешь заработать больше? Чемодан, вокзал серия А. Чемодан, вокзал английской премьеры лига. Вали в Европу, показывай себя. Хочешь получить больше. Окей. Ну вот, абсолютно логичный выбор, на мой взгляд. И в результате, если захотят получать бабки, пускай едут. Потому что в Украине, например, той же самой сейчас, 9, по-моему, иностранных, скажем так, футболистов выступает в сборной. 9 игроков из зарубежных чемпионатов, которые как раз там тренируются, осваивают азы профессии. И в итоге настоящие звезды получаются, как Малиновский, Зинченко и так далее, Яремчук. И вот, пожалуйста, вам пример. В сборной 9 легионеров. И поэтому сборная хорошо играет. Потому что футболисты привыкли к конкуренции с иностранцами. Они привыкли к тому, что они играют в топовых лигах, на других скоростях. И Украину показывают более содержательный футбол. И в результате, хоть и на Тоненького, не пойми как, но все-таки вышел в плей-офф. Вот вам и результат. А почему? А потому что в Украине таких госбабок нету больше в футболе. Там сейчас два клуба, по сути, есть с хорошими зарплатами. Да и то там украинцам не так уж и легко пробиться в основу. Потому что там такого лимита идиотского, как у нас, нет. Поэтому там Шахтер может закупить толпу бразильцев, которые посадят на лавку всех местных футболистов. Вот вам, пожалуйста, пример. Поэтому украинским футболистам и приходится их в Европу. И приходится доказывать там. И как результат появляются сильные футболисты. А у нас все, вот, пожалуйста, как Артем Дзюба. Как он тут? Получил 4-х миллионный контракт и рассуждает, что мне уже поздно ехать за рубеж. Все. Шанс был упущен. Ну и так далее. Вот, пожалуйста, вам примеры. Есть пример, не знаю, турецкого футболиста Бурака Елмаза, который в 36 поехал в Лиль и стал лучшим бомбардиром этого коллектива в чемпионском сезоне. Вот вам, пожалуйста, Бураку Елмазу не поздно ехать в Европу, а Дзюбе уже поздно. Вот вам, пожалуйста, вот почему наши футболисты такие, вот почему они так получают. И вот почему наша сборная такое говно. Вот, понимаете, все из-за бабла. А потом мы удивляемся, что не так происходит, как же так и так далее. А ответ очень простой. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.